здравствуйте дорогие друзья сегодня нашей студии очень интересный гость это мухитар здравствуйте директор института современных исследований евразийского национального университета имени гумилева кандидат филологических наук и утор политологии то есть человек от науки и свои последние 15 лет он посвятил очень интересной мало исследованной теме это изучение казахстана на европейских средневековых картах большой очень важный труд результатом которого стал огромный атлас вот пожалуйста посмотрите обратите внимание осенью 21 года прошла презентация этой этого труда можно смело сказать важного исторического труда вот это был такой ваш подарок 30-летию независимость республики казахстан и мы хотели бы поговорить об этом о том как вы пришли к этому что использовали что узнали и принципе что готовы представить представили читателям вот казахстана и не только казахстана в первую очередь наверное для иностранных исследователей тоже было адресованным итак вам слово пожалуйста приветствую арман приветствую дорогие зрители ну вы правильно сказали в 2021 году как мой тарту вы знаете на казах для он до тарту да иного бар то есть как мой подарок 30-летие независимости я издал эту книгу брюсселе вот она из на формате а3 почему формате а3 почему потому что в развороте этот формат дает формата 2 вы знаете что карты это прежде всего детали соответственно очень важно было издать формат который был бы читабельным чем крупнее тем более читабельным совершенно верно да по моим примерным наблюдением где-то 15 процентов карт которые изданы до в позднее средневековье и ранее новое время то есть где-то с конца 15 века вплоть до 19 века процентов 15 карт они ездны именно в этом формате это формата 2 оставшая часть конечно она гораздо большем формате поэтому в будущее семитом на издание мы планируем уже формата 2 то есть вот такой который будет в развороте давать формат а11 ну книга явилась на тот момент 2021 года результата моих 15-летних исследований 15 лет назад участие в европе естественно как и все иностранные студенты я очень часто посещал библиотеки национальной библиотеки на это естественную любознательность да это конечно да это все то что сопровождает ваш процесс обучения за рубежом так называемая фоновая культурная историческая информация вот посещая королевские в том числе музей библиотеки и так далее я очень много обращал внимание и мне очень интересовала тематика картографии европейской средневековой картографии поздней средневековой раннего нового времени почему потому что эти карты они в первую очередь интересны с точки зрения контента но они также просто прекрасно изумительны с точки зрения эстетики причем потому что они были написаны в золотой век фламандской живописи и так далее золотой век нидерландская картография то есть это не только там река лес мост да они отражают и какую-то специфику аутентичность какую-то народа да кстати в этом плане очень интересно что прошло 500 лет а человечество вернулось опять к этим картам по сути карты к примеру до средних веков это были населенный пункт и описание населенного пункта людей культуры тогда если посмотрите на современные посмотрите на современные туги из карты так они тоже самое какой-либо пункт населенный либо какое-либо здание и что об этом здании либо предприятиях организациях которые там размещены думают условно говоря путешественники то есть те кто посетил это здание или населенный пункт масса отзывов фотографии и так далее вот посмотрите 500 лет нужно было пройти чтобы мы обратно вернулись повествовательной форме картографии с которым собственно говоря начиналась картография как наука в европе нужно сказать что старые хорошо забыто все новые хорошо забытые старые совершенно верно дело в том что вот картографии развивался именно так повествование населенный пункт страна обязательно повествование обязательно отзывы ну я говорю современным языком лайки да я имею ввиду то что речь шла от имени путешественников дипломатов торговцев военных и так далее о данной стране и впечатления и так вот возвращаясь к этой карте сюда вошло 130 карт начиная с 1562 года под 1879 год но это не все которые вы обнаружили нет да дело в том что передо мной в год издания стояла такая очень большая дилемма как уместить во первых как найти средства чтобы издать эту книгу и когда наконец нашли средства средств хватало на издание 300 книг поэтому у меня был выбор издать либо 65 томников либо издать 300 однотомников поэтому я выбрал первое почему потому что репрезентативном порядке хотя бы познакомить моих коллег за рубежом в казахстане просто широкая общественность вот с результатом с результатами проведенных научных исследований второй момент вот течение 15 лет я собирал эти карты структурировал их поэтому и в этом атласе эти карты представлены не просто как карты да но самое главное по свыше 20 параметров к ним даны выходные научно-технические параметры почему потому что плюс на руб да почему потому что вы знаете любой научный факт это прежде всего аргументация доказательства верификация поэтому соответственно вот здесь вот так выглядит вот содержание этого атласа да вы видите здесь 1562 книга издана в трех языках казахском английском и русском языке теперь вы видите что каждая карта дана в трех зумах вот все параметры авторы издания гравюру издания этой карты имеется виду название казахского государства как она отображена данной карте да здесь затем краткое название карты полное название карты название карты от издателя вот в европе 15-16 веков вплоть до 17 века название карты были трехкратными то есть название карты от автора креатора то есть создал до название карты от издателя и полное название карты и она не могло быть идентичны она часто было до различным конечно нас содержал основную информацию но часто могло быть различным затем город издания физические размеры карты масштаб карты далее сколько текстовых блоков на допустим да на данной карте сколько параметров доску затем какой регион избран затем сколько экземпляров и сколько переиздание данной карты было если эта информация к примеру доступна каждая карта дается в трех зумах то есть первый зум примеру да вот где непосредственно выделено название нашей страны государства второй зум где казахское государство в окружении своих соседей и наконец непосредственно полный вид карты как вы можете это наблюдать замечательно затем каждый или пример вот вот этот пример да вот так же выходные данные дескрипторы описания затем каждой карте даны мои авторские описания дескрипторы так называемый то есть тоже на трех языках как вы пояснению с вашей стороны да как автора да да то есть расшифровка карты как представлена казахское государство какие авторы создатели этой карты давали свои описания ну не только казахскому государству ну и ряду близлежащих на с нами соседних государств скажите пожалуйста на вот и хотел еще дополнить что арман вы прекрасно знаете что латинский язык являлся такой лингва франка в то есть общим языком для средневековой европы соответственно тексты написаны как правило большинстве случаев не всегда но большинстве случаев на латинском языке соответственно оригиналы на латинском языке к примеру вот к этой карте затем их переводы на мои версии переводов на казахский английский и русский языки также даны то есть здесь читатель имеет возможность познакомиться вот видите если даны полностью какие-либо замечания от либо примечания от издателя то они тоже вот таким отдельным большим блоком также приведены да вот видите вот здесь как я говорю первый за второй зум и соответственно третий зум почему потому что в крупном да как я вам вначале говорил 15 процентов только карт изны вот в формате а2 соответственно чтобы детали были читаемые в особенности в интересующем нас регионе конечно соответственно вот вот такие зумы они и даны но книга издана на брюсселе неспроста она износим лично вы знаете что брюссель является столицей европейского союза брюссель является столицей королевства бельгия там расположен знаменитый регион фламандия да поэтому это было своего рода во-первых моя дань благодарности европейским картографом которые оставили значительный массив ценных письменных источников среди которых карты как вы знаете является наиболее весомым письменным источником по интересующему вас вопросу государству его политической истории но и потом карты ведь это не только собственно говоря география карт это прежде всего примеру да это и топонимия аномастика карта это прежде всего вопрос границы государственности карты это вопрос по которые дают там очень ценные сведения по миграции к примеру населения по демографии карты дают сведения по этнологии и этнополитологии карты дают очень ценные сведения по даже знаете такому направлению как история национального костюма если хотите да кстати они все отражены в эти карты до городская культура и много-много другого карты также дает очень большой массив сведений по урбанистике то есть имеется в средневековую урбанистики городов и так далее то есть очень много смежных и далеко отстоящее научных дисциплин которые получают очень много информации вот из карт теперь я хотел продолжить про бруссель брусселе из на карта я как говорил дань благодарности европейским картографом плюс знак того что значительный массив первых карт были изны в том числе и в бельгии в нидерландах вы знаете нидерландская школа картографии она одна из сильнейших в средневековой европе наряду с такими как пример английская и бельгийская школа картографии во вторых в бельгии книга была изна также потому что бельгия старается старается извиняюсь а считается одной из европейских столиц высококачественной лучшей типографии поэтому вот эта книга она относится формату артбуков то есть это большие крупноформатные книги как удовольствия до который сплошь идут значит очень содержит очень много цветной иллюстрации поэтому вот эту книгу мы издали в брюсселе также потому что бельгия славится в мире своей лучшей бумагой соответственно вот на настоящей бельгийской бумаги я был мы все являемся свидетелем того что со временем она не желтеет не теряет своих читабельных качеств надо же да мы издали на специально вот на такой соответствующей бельгийской вот бумаги за неуважения такому да да потом мы хотели сохранить как бы такую некую аутентичность в издательстве карт следующий момент почему мы также издали в бельгии в брюсселе хочу сказать что все эти исследования в течение 15 лет на момент 2021 года а вы знаете что наука это такая вещь что у какого-либо факта научного исследования либо направление есть начало но нет конца поэтому исследование продолжается в этом году уже 17 год как я виду поэтому данные добытые карты они естественно тоже потихоньку увеличиваются ну и в брюсселе почему мы издали потому что как я уже говорил велись эти исследования мной на собственные средства и вот издание очень благодарен нашему министерству иностранных дел лично министру иностранных делал мухтару клюберда господину мухтар клюберда и посольству кастана в брюсселе и лично послу кастана в брюсселе европейском союзе и нато по совместительству так звучит должность господину маргулана баймуханов почему потому что они вот помогли именно финансово издать эту книгу они выразили такую инициативу готовность за что я им очень благодарен свою очередь у меня была небольшая такая мечта очень важная хоть и небольшая он я что должна быть до живого человека много мечт да вы на это знаете поэтому я хотел не только издать эту книгу но я хотел подарить ее всем библиотекам казахстана поэтому эта мечта осуществилась кстати здесь я хочу поблагодарить нашу касс почту которая услышав о том что я хочу во всей библиотеке распространить она взяла на себя всю логистику все расходы по доставке этой важной книги во все областные городские районные университетские библиотеки казахстана красно помимо этого эта книга была разослана во все национальные ну для читателя что было понятно это главные зарубежные библиотеки зарубежных стран почему потому что казахстаном занимается не только казахстанские ученые но это априори да она занимается наши зарубежные коллеги краешного во все национальные библиотеки зарубежного вы много об этом писали интересного что эти карты и и средневековыми школьниками европейскими совершенно верно это давало возможность им познавать изучать те далекие страны далеко находящиеся от европы от сфер их влияния которые вот допустим где находился казахстан и вот мне интересно какие представления были у европейцев средневековья о казахстане о нашем народе вот есть такого отражения в картах ну конечно как я уже говорил этот атлас не просто собрание оттиски карт ничего подобного этот атлас содержит мои авторские дескрипторы описание описание других ученых которые занимались этой проблематике я имею в европейских в том числе средневековых и так далее и тому подобное по поводу школьных атлас вообще-то удивительный факт мы входили в школьные атласы начиная с первой половины 18 века то есть 1722 год и выше и так далее практически без исключения во всех европейских странах это и примеру это и австрия это и италия это и венеция вы знаете венец это было отдельным государством да это и германия это и швейцария это и скандинавские страны то есть очень много карт казахского государства размещены в школьных атласа о чем это говорит это говорит о геополитической субъектности казахского государства 15 19 веков если вот это было бы не очень серьезное государственное образование имеющие свою успешную взвешенную внешнюю и внутреннюю политику поверьте мне его бы на картах средневековые картографы путешественники дипломаты не обозначали потом здесь такой важный момент не все картографы путешественники не все путешественники картографы вместе с да но следует отменить такой важный факт что с момента образования казахского государства нашими основателями да от сами основателями казахского государства я имею ввиду ханов кирея и жанебека в 1465 году она была показана на всех без исключения европейских картах самая ранняя карта которая была найдена мною вот из свыше чем полутора тысяч на момент 2023 года возможно какой огромный объем рода возможно будущем мы еще встретимся и я скажу что дорогой арман количество карт сейчас перевалило вот за такую-то допустим будем рады услышать да будешь садык поэтому я хочу сказать что вот на момент среди тех свыше полутора тысяч карт казахского государства которые вот найдены за 17 лет в результате моих исследований самое ранняя датируется 1544 году эта карта швейцарская карта но она написана немецким ученым преподавателем базильского университета сам он был из ордена францисканцев то есть он был с одной стороны ученые с одной стороны религиозные деятели монах вы знаете что религиозные миссионеры в целом деятели религии в тот момент были многие из них в том числе несли на себя бремя просвещения и научных исследований поэтому себастьян мюнстер известный европейские ученые автор очень известного труда в области географии космография в 1544 году первая карта казахского государства издана вот в его книге что интересно космография была посвящена в целом на тот момент известным в том числе благодаря научным открытиям до европейских путешественников первооткрыватели мореплавателей региона мира я хочу сказать что вот к примеру из другой известный ученый европейский герард меркатор это бельгийский ученый который родился фламандского манец да он автор таких понятий как широта долгота впервые ввел по понятия науку атлас так вот пробным своего рода атласом в 1562 1544 году была издана в базилии повторяю вот космография когда это еще не называлась атлас до до герарда меркатор на появление его знаменитого атласа да там впервые датируется вот и показано казахское государство под своим весьма аутентичным названием здесь нужно для читателей пояснить что в науке название этической группы народа мы называем этноним название государства политоним и название властной системы система власти данным государства кратоним так вот под своим политонимом кратонимом и этнонимом как хазахи орда в частности на карте себастьяна мюнстера 1544 года прям ясно четко написано хазахи орда нет именно вот через о хазахи орда позже на европейских картах английский французских немецких ватиканских итальянских шведских и так далее там к слову орда добавляется слово буква h там допустим что интересно еще один момент позже мы к этому вернемся европейские путешественники картографы настолько хорошо знали изучаемый регион что даже знали родоплеменную структуру казахов примеру они четко обозначали все три казахские жуза которые примеру на английском языке писались как great ordo middle ordo lesser или little ordo на французском соответственно grande ordo ordo de milieu или ordo l'appetit к примеру и и на всех без исключения языка и так возвращаемся 1544 год себастьян мюнстер первое найденное по крайней мере мною возможно будущем исследовательной более ранней карты но из тех вот я вначале об этом не сказал что через мои руки где-то прошло за период свыше 45 тысяч европейских карт чтобы вот найти эти свыше полутора тысяч карт и более свыше 300 манускриптов атласов было изучено и хочу сказать что честно говоря в определенный период где-то в конце 2018-2019 я просто перестал вести учет чтобы не забивать свой жесткий диск головного мозга и компьютера после 45 тысяч главное вот для меня теперь стали непосредственно учет описание регистрация вот вот этих карт казахского государства и следующая карта наиболее ранее эта карта тысячи тысяча пятьсот пятьдесят четвертого года она была издана в немецком одновременно было издана в вене и было издана мирнберге эта карта посла империи аутсбургов австрийской до династии в русском государстве зигмута фрайхера фон херберштейна это знаменитое его описание до московии что интересно вообще вот я в начале об этом говорил о том что с момента образования в 1465 году нашими первое значит от сами основателем казахской государственности ханами киреем жанебеком вот уровень делегации которые направлялись европейцами в казахское государство был не ниже посла то есть примеру зигмунд фрайхер фон херберштейн он посол уровень до династии до энтони дженкинсон который был в казахском государстве четыре раза по другим сведениям около шести раз в период 1557 по 1572 год это 15 лет 15 лет он тоже посол английской короны королевы елизаветы первые да то есть что не возьмите большинство карт вот начального периода скажем так когда отображается казахское государство на европейских а позже с 18 века второй половиной на американских картах уровень делегации то есть был не то есть это о чем говорит то есть казахская государственность ее представленность в европейском говори современным языком на тот момент информационное пространство было очень и очень высокой уважаемо и признаваемо до пицким обратите внимание что кстати вот на карте зимута фрайхера фон херберштейна казахское государство отображено очень аутентично даже современному этнониму политоним как мы сами современном казахском языке называем нашу страну а именно казахия то есть там она наброшена как кассаки а через двойной дабл с так и рядом изображены наши соседи эта карта из на виде триптиха то есть она состоит из трех частей мы изображены на правой либо восточной части этой карты один из вот оригиналов этой карты на данный момент сохранится в библиотеке конгресса сша вот вы вначале задали вопрос где были найдены эти карты ну как я уже вначале говорил они найдены европейских прежде всего национальных библиотеках музеях картографических центров и коллекциях но в том числе конечно это библиотеки картографические центры соединенных штатах америки одни из богатейших коллекции находится в сша а вот где море для исследования да также большое количество карт находится на ближнем востоке в ряде стран ближнего строка примеру очень богатейший библиотека у государства израиль очень богатейший библиотека у объединенных арабских эмиратов государства катар и так далее то есть нужно сказать что будущее исследование конечно должны проводиться на ближнем востоке потому что картографе как наука она не развивалась исключительно в европе а даже более того одна из мощнейших предшествовавших школ европейской картографии была развита на ближнем востоке на арабском в том числе ближнем востоке я даже скажу более такую более смелую мысль вот мне как вышла книга была из на мне сейчас задают вопрос а где карты которые написаны том числе и казахскими картографами хочу вам сказать что топографическое мышление знание где кончается наше государство месяца границы где начинается наши соседние государства она была очень мощнейшим у наших предков поэтому я уверен что в будущем в особенности в ближневосточных коллекциях до картографических библиотеках музеях архивах кстати я об этом вначале не сказал что европейских архивов в том числе королевских очень много хранится карт соответственно вот на ближнем востоке мы тоже будущем должны обратить внимание потом почему потому что большой массив карт они написаны в том числе на арабской графике это на значит на арабике чагатайском языке на арабике фарсии на арабике на арабском на арабике пушту вунду и так далее есть условно говоря арабика я имею ввиду арабскую графику я уверен что мы найдем даже карты которые принадлежат перу и разработки наших казахских ученых это лишь вопрос времени вы знаете что истина истина она всегда найдет дорогу и она всегда рано или поздно будет обнародована любое любая истина нас ждет просто всего лишь навсего своего будущего исследователя и вот я вот в разговорах с моими значит студентами магистрантами докторантами да кстати вот вы знаете что миссия научных работников ученых она не только в том чтобы добыть знания но в то бы в также и в том чтобы генерировать эти знания готовить некую научную школу научное направление поэтому сейчас в рамках вот тех исследований и результатов которые я провел я веду два авторских курса как минимум в трех учебных заведениях это евразийском национальном университете в академии государственного управления меня при президенте и очень важно чтобы была возможность передать свои знания накопленный опыт молодым юным исследователям чтобы они в этом продолжали совершенно верно арман поэтому вот не только магистрантам которые учатся и докторантом которые сугубо научно направлении очень важные эти знания передавать также тем кто принимает внутри и внешнеполитические решения соответственно в академии государства управления как вы знаете там обучается и наши действующие дипломаты и таки те кто принимает важным внутриполитические решения области управления государством в области культуры истории и образования науки и так далее поэтому сейчас например тот курс который мы читаем он очень важно почему потому что вот мои магистранты докторанты примером тоже академии государства управления они уже уедут свои регионы с багажом знаний и с их слов они очень приобрели ценные знания которые обогатили их в том числе для принятия важных внутри политических решений это же не просто знание это определенные ценности существования казахского государства их родины как государства совершенно протяжении веков то есть она дает им основания говорить от имени многовекового государства дать дать какие-то там предложения до при принимать какие-то решения ведь это не просто 30 лет независимости это гораздо больше и соответственно важность принятия этих решений будет тоже очень высокая знаете вот почему кстати названа книга непрерывная государственность и второе во второй части названия книги существ я употребил казахское государство на европейских американских картах 16 19 веков дело в том что международное праве есть такое понятие контуитет его второе наименование это непрерывная государственность и согласно теории контуитета если какое-либо государство на протяжении своей истории испытывала периоды колонизации либо к примеру были периоды когда их правительство находилось примеру в изгнании знаете что к примеру наша туркестанская республика до прообраз современной далее казахской советской социалистической республики позже сейчас эта республика казахстан уже независимая да он фактически находился же в изгнании да вспомним малыш арду и так далее поэтому вот возвращаясь теории контуитета или теории непрерывной государственности согласно ней если какое-либо государство испытывала свои истории периоды колонизации либо у нее имелись периоды когда их правительство было в изгнании это не ослабляет государство как не парадоксально она его укрепляет то есть там говорится о том что значит данное государство смогла выстроить такую эффективную внутреннюю внешнюю политику когда ее человеческие прежде всего ресурсы затем материальные культурные экономические и даже военные ресурсы настолько привлекательны настолько и конкурентны что ими хоть хочет завладеть какое-либо другое государство соответственно казахская государственность начиная вот именно со словом я имею да да этнонима политоним кротонимом казах да она насчитывает свою государственность с 1465 года когда вот вы знаете в труде одного из первых историографов казахского государства мухаммед хайдара дулати регистрируется и пишет о том фиксируется что ханы кирей жанебек значит организовали казахское государство вот на территории у реки чу их позу вас на территории современной жамбулской области соответственно наша непрерывная государственность она не поддается никаким сомнениям она имеет мощную аргументационную базу а теперь вместе вот впервые изданном атласе в котором собраны структурированные карты казахского государства как с европейского континента так и с американского континента я думаю что вопрос этот искусственный вопрос он снят с повестки дня то есть эта книга помимо своих научных задач конечно она имеет и политическое измерение очень важно она закрывает вопрос якобы в кавычках до сомнений наших в кавычках друзей о том что у казахов я бы там там не было государственности или там государство подарены до или подарена или там какие-то территории или якобы это государство насчитывает всего лишь 30 лет ну конечно это не так это неправда казахская государственность имеет непрерывную свою историю и вы это убедительно доказали да и вот на встрече с главой государства за что ему очень благодарен что вот он пригласил ученых делится своими мыслями советами и он дал высокую оценку вот проведенным но исследованиями он сказал очень важную фразу которая нас конечно мотивирует на будущее еще продуктивное исследование о том что эта книга имеет важное значение для нашей государственности имеет важное политическое измерение поэтому вот по вопросу казахской государственности конечно те кто сомневается они не искали какой-либо аргументационной базы они не они такие люди точно не их скажут так не ведут вопросы доказательств ли вы не доказать но тем не менее это в том числе работа в области политических исследований чтобы такими весомыми письменными источниками источниками как карты показать что казахское государство с момента своего образования она не просто занялась соответствующую ей территорию роли в международных отношений она была очень успешным несомненно и имела очень взвешенную очень успешную внешне и внутреннюю политику и позже когда мы поговорим об ару султан как раз таки этот момент мы с вами очень этого подробно обговорим очень хорошо а